Приветствую! Скорее всего вы уже видели вот эти заголовки, где написано, что 25 тысяч гривен придется платить тем людям, которые во время военного положения и мобилизации выехали из Украины за границу. И вот для того, чтобы им вернуться в Украину, им нужно будет заплатить 25 тысяч гривен. Ну, во-первых, хочу сразу сказать, что цифра 25 абсолютно некорректная, потому что все-таки там не 25, а 26840. Но на самом деле хочу вас успокоить. Речь идет в этих публикациях во всех о том, что есть законопроект. Это законопроект 8029, по которому делал уже два видео. С подробным разбором даже было у меня видео, где я показывал, что этот законопроект не соответствует Конституции Украины. Более того, на сегодняшний день, несмотря на то, что этот законопроект включен в план работы Верховной Рады, он получил в том числе негативные отзывы от комитетов Верховной Рады. Ну, а если быть точнее, там только позитивный отзыв дал один комитет бюджетный. Да, потому что, ну, для них любой законопроект, который предполагает поступление в бюджет, он позитивный. Заключения других комитетов, они негативные, и они показывают нам, что этот законопроект вряд ли будет принят. Более того, против него есть информация, что выступила и Минобороны, то есть шансов на принятие этого законопроекта, они, ну, мягко говоря, не очень. Автор этого законопроекта известный нам депутат Мазурашу, к слову. Так вот, не нужно планировать свою жизнь и не нужно думать, вот, что этот законопроект станет реальностью. Напомню, что его внесли в Верховную Раду еще год назад, в сентябре 2022 года. И до сих пор он не рассмотрен и не принят. И, скорее всего, как я уже говорил, не будет принят. И, соответственно, вот эти идеи, что те, кто выехал из Украины, должны будут заплатить за въезд в Украину 25 тысяч за каждый месяц пребывания за границей, ну, блин. Ну, это настолько антиконституционно, что просто я поражаюсь, как вообще депутат мог предложить такой законопроект. Далее, хочу прокомментировать еще одну новость. Новость, которая мне вчера вечером попалась, там идет ссылка на Арестовича и что он говорит о том, что рассматривается вопрос о том, чтобы ограничить в правах тех людей, которые выехали из Украины во время мобилизации военного положения, не имея на то достаточных оснований. Много слов мне здесь приходит в голову, но не хочется их говорить. Почему много слов приходит в голову? Потому что на сегодняшний день, как мы с вами знаем, закона, запрещающего выезд из Украины во время военного положения, до сих пор нет. А именно такой закон должен быть в соответствии со статьей 33 Конституции Украины. И тот факт, что на сегодняшний день ни одним законом не запрещено человеку выезжать из Украины, подтвержден даже в решении Верховного Суда. Но тем не менее, мы приходим еще к мысли о том, что люди, которые выехали где-то там через лес, через речку, в связи с тем, что им способ, который не предусмотрен Конституцией Украины, запретили выезд из Украины. Мы теперь говорим, а давайте ограничим этих людей в правах. Ну, я не понимаю, честно, вообще, что происходит. Потому что у меня, я когда это все слышу, у меня, как у юриста, просто вот взрыв мозга происходит. Потому что мы вот куда-то идем все дальше и дальше в какие-то абсолютно неконституционные подходы. Когда мы все больше и больше придумываем каких-то ограничений для граждан. Мы придумываем лишение их прав. И при этом мы на сегодняшний день видим опыт другой страны. Страны с совершенно другим подходом в схожей ситуации. Израиль. Израиль, который показал, что оказывается, что даже в момент масштабной агрессии в отношении твоей страны, не обязательно закрывать границы. Что даже несмотря на то, что ты границы не закрыл, а добровольцы все равно идут. Несмотря на то, что ты границы не закрыл, а наоборот, твои граждане возвращаются из других стран, чтобы тебя защитить. Да, чтобы защитить свою страну. Ну, а мы здесь продолжаем говорить о каких-то ограничениях. О новых ограничениях прав человека. Честно, вот, знаете как, вот сидишь и думаешь, а вот то, что ты учил, все, да, то, что в книгах написано о праве, то, что в Конституции написано, то, что в законах написано, ну, может, все-таки, с учетом того, что мы выбрали европейский вектор развития, то нам надо все-таки быть европейцами и соблюдать права человека. Ну, ладно, это я отвлекся, уже такое пошло. Так вот, что я хотел сказать. Вот эти все разговоры, да, об ограничении прав тех людей, которые выехали, на сегодняшний день это разговоры. То есть на сегодняшний день в Верховной Раде не рассматриваются законопроекты какие-то, которые бы предполагали там ограничить в правах людей, которые выехали там, ограничить их право на участие в выборах, на участие в конкурсах, на занятия каких-то должностей в государственной службе и так далее. А вот, к сожалению, в такой публичной плоскости, да, в СМИ вот эти моменты уже обговариваются, что надо этих людей там ограничить как раз по политическим правам. К счастью, не по экономическим, да, хотя бы не предлагают на сегодняшний день всерьез там лишать этих людей собственности и так далее. Но, к сожалению, почему-то мы выбрали путь негативного стимулирования к мобилизации, к защите Украины. И мне думается, что все-таки здесь государству было бы хорошо, если бы оно больше позитивного стимулирования оказывало, да, больше создавало условий для военнослужащих, для членов их семей, чтобы каждый человек, который идет туда, понимал, ради чего он идет. Понимал, что в случае ранения, в случае, не дай бог, хибели, ни он, ни его семья не окажутся один на один с проблемами. А ведь сейчас у нас огромная проблема, там, человеку собрать надо миллион бумажек, чтобы подтвердить ранение. Чтобы получить УБД, это же огромнейшая проблема для людей. Чтобы доказать на ВЛК, что ты получил вообще ранение в связи с тем, что ты участвовал в бою. Ну, просто ведь жесть происходит. А там еще сидят люди, которые говорят, дай деньги. И мы же видим, это же не я придумываю, вы же тоже читаете новости, и вы видите то, что говорят военнослужащие. Да, в Харькове военнослужащий там группу не может получить, ту, которая ему полагается, потому что глава МСЭК ему рассказывает, что и как надо вообще, да. Может, вот здесь нужно обратить внимание и здесь создавать условия, а не вводить все больше и больше ограничений. Но, еще, все, уже заканчиваю, чувствую, уже и так затянул время. Повторюсь, вот эти моменты все, если про 25 тысяч это законопроект, то про ограничения в правах тех людей, которые выехали, это просто разговоры. Пока такого законопроекта нет, но, конечно, ключевое слово пока. Никто не гарантирует, что такое в дальнейшем не появится. На этом у меня все. Если вы считаете, что данная информация полезна, если вы разделяете мое мнение по этим вопросам, ставьте видео лайк, подписывайтесь на мой канал, а также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Продолжение следует...